Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире «Преображение» – программа для тех, кто хочет жить в мире с Богом. В Пятое воскресенье Великого Поста во всех православных храмах читается евангельский рассказ, который без преувеличения является переломным моментом всей евангельской истории. «Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, пишет евангелист, Иисус шел впереди дих, а они ужасались и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав двенадцать, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. «Вот мы восходим в Иерусалим, и сын человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, И осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, И будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет. «Тогда подошли к нему сыновья Зеедевы, Иаков и Иоанн, и сказали, «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им, «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему, «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую в славе твоей». Но Иисус сказал им, «Не знаете, чего просите?» Самый ответственный момент, когда Господь говорит о предстоящих Ему страданиях, в этот момент двое из братьев и ближайших учеников Христа, которые бесспорно любили Господа, думали совсем о другом. В это время они заботились о том, чтобы в будущем Царстве, в Царстве по их представлению силы и славы, они находились на таком важном месте, чтобы все люди с завистью смотрели на них, как они встали у трона Всемирного Царя, справа и слева. «Не знаете, чего просите?» – сказал Господь. И в самом деле эти слова часто как бы еле слышно звучат в тот самый момент, когда мы с вами молимся или мечтаем о чем-то. «Не знаете, о чем просите?» – «Не знаете». Ибо человек в своей гордыне, в своем самомнении становится слепым. Человек в своей гордости часто не слышит ни слова Божие, ни слова человеческого. Гордыня – это не обязательно надменность или явное превозношение над другими. Это, быть может, то тайное чувство, которое гнездится в глубине сердца. И прежде всего та уверенность, что ты всегда прав, что твоя воля – это то самое главное и единственно возможное, что твоя особая личность – это то, к чему должны все стремиться и на что должны обращать все внимание. Человек как бы всегда носится сам с собой, занят самим собой, и в этом корень зла. Гордыня – это болезнь. Не случайно по учению церкви весь корень зла мира лежал в гордыне падших духовных сил. «Бог горден противиться», – говорит Священное Писание. Преподобный Арсений Великий однажды видел сон, изображавший гордыню. Он рассказал его своим братьям. Рассказал о том, как два монаха пытались внести в храм красивую хорубь, но вместо того, чтобы нести ее прямо, они несли ее поперек двери, пытаясь войти в церковь, но не могли. То же самое и гордыня. С ней человеку невозможно приблизиться к Богу. Только тот человек, кто чувствует сердце другого человека, кто на первое место ставит волю Божию, а не свою волю, кто прислушивается к тому, что происходит вокруг, и легко может поставить себя на место другого человека, тот имеет надежду обрести подлинное чувство смирения. «Научитесь от меня», – говорит Господь, – «ибо я кроток и смирен сердцем». Зачастую же мы идем к Богу, подобно тем двум ученикам, которые перед страстной неделей думали совсем не о том, о чем надо было бы думать – о своей чести, о своей силе, о своем величии, о своей пустой человеческой земной славе. Ведь порой мы хотим идти к Богу, расталкивая при этом локтями всех вокруг и перешагивая через человеческие головы. И лишь тогда, когда мы приходим к Богу не со своими претензиями, не мечтами, не со своей волей, а с полной открытостью и прозрачностью воли Божией, только тогда мы действительно способны найти исполнение своей молитвы, только тогда мы можем сказать, что услышаны Богом. Поэтому, глядя на апостолов, которые были, наверное, куда более достойны о нас с вами, видя то, что и они были порой не лишены этого эгоистического чувства, будем молиться о том, чтобы Господь научил нас смирению и истребил нашу гордыню. И тогда мы откроем Его милость, мы откроем Его мудрость, Его радость, которую Он дает нам всем, любящим Его. Тогда слова молитвы Господней, да будет воля Твоя, перестанут быть для нас лишь только словами, а будут той путеводной звездой, что ведет ко спасению и вечной жизни. 30 марта епископ Ставропольский и Невиномысский Кирилл встретился с начальником Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Ставропольскому краю Игорем Клеменовым. Епархия и Управление службы исполнения наказаний сотрудничают уже более 20 лет. Одними из первых в стране священнослужители тогда еще Ставропольской Владикавказской епархии начали духовное окормление осужденных. Правящий архиерей митрополит Гедеон благословил на эту подвижническую работу отца Павла Самойленко. В настоящее время в подразделениях края открыто 4 молитвенные комнаты и 9 православных храмов. Игорь Клеменов уверен, что в оцерковлении осужденных необходимая часть воспитательного процесса в местах лишения свободы. В ходе встречи Владыка Кирилл и глава управления Игорь Кременов подписали соглашение о сотрудничестве. Об основных направлениях работы в рамках подписанного соглашения рассказал Владыка Кирилл. И вот здесь, конечно, мы должны оказывать с одной стороны милосердие, и церковь оказывает такое милосердие, приходя к заключенным в места лишения свободы. Безусловно, мы в том числе работаем, будем работать с теми людьми, которые выполняют как раз и воспитательные функции, охранные функции для заключенных, с сотрудниками вашей службы. Для них это тоже очень важно, слово священника, слово пастыря. Также Владыка предложил усилить работу по профилактике правонарушений и создать реабилитационные центры для лиц, освободившихся из мест заключения. В минувшую пятницу епископ Кирилл встретился с родителями Димы Захарова, мальчика, которому нет еще и пяти лет, и который большую часть своей жизни прикован к постели. В январе этого года в Ставропольской и Невиномысской епархии начали собирать средства, чтобы помочь семье Захаровых. В два года Дима пережил клиническую смерть и трехкратную остановку сердечной деятельности. Невмония, которую вовремя не обнаружил врач, закончилась трагедией. Все это время ребенок находился в реанимации и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Папа и мама Димы сутками дежурили возле кровати малыша. Единственное, чем можно было помочь семье, перевести Диму из отделения реанимации на домашнее содержание и лечение. Но для этого Захаровым нужны были средства на приобретение аппарата искусственной вентиляции легких и концентратор кислорода. Стоимость оборудования более 1 миллиона рублей. Именно эту сумму епископ Кирилл передал матери мальчика. Весьма потрудились наши батюшки, прихожане, так сказать, и смогли вот такой аппарат. Поэтому вручаю вам документы на этот аппарат. Помоги вам, Господи, и здоровья сыночку, и вам крепости силы. Мама Димы, Ирина Захарова, сердечно поблагодарила владыку за неоценимую помощь. Я вам очень благодарна. Спасибо именно за то, что вы нас поддержали, за то, что вы все благословили этот марафон. Я думаю, что с Димочкой с такой поддержкой, которая вот... Вся Россия молится за нас, и это все благодаря вам. Спасибо вам большое. По благословению епископа Ставропольского и Невиномысского Кирилла с 5 по 12 февраля 2012 года 65 паломников епархии во главе с владыкой совершили впервые поездку на Святую Землю. В мае планируется следующая поездка, организованная паломческой службой «Град Креста». Путешествие завершилось в Иерусалиме, где у гроба Господня владыка совершил литургию в сослужении духовенства и мирян. Желающих поехать было намного больше, чем получилось. Однако владыка Кирилл заверил, что такие поездки будут совершаться регулярно. О предстоящем в мае путешествии на Святую Землю рассказала руководитель паломнической службы «Град Креста» Александра Андросова. Совсем недавно во главе с епископом Ставропольским и Невиномысским Кириллом делегация паломников совершила поездку на Святую Землю. Эта поездка оказала огромное впечатление на всех нас. Побывать на Святой Земле, на земной родине Христа Спасителя, там, где Он жил, учил, творил чудеса, был предан, распят, потом воскрес и вознес на небеса – это желание каждого христианина. По благословению епископа Кирилла, паломническая служба «Град Креста» с 6 по 13 мая организует паломническую поездку на Святую Землю для всех желающих духовно подкрепиться и помолиться у великих христианских святых. По традиции паломничество начнется с молебна в Андреевском соборе. Группа паломников возглавит священник. В городе Теребиве к нам присоединится опытный русскоговорящий православный гид. В ходе нашей поездки мы посетим Канну Галилейскую, где Господь совершил первое чудо – город Назарет, место рождения Пресвятой Богородицы. Погрузимся в воды реки Ордан, которые некогда принимали самого Спасителя. Посетим гору Фавор, храм при умножении хлебов, греческий монастырь 12 апостолов. В городе Хеврон русский монастырь Святой Троицы, где находится Мамрийский дуб. Лавры Святого Саввы Освященного, которая является одним из древнейших общежительных монастырей. Храм Рождества Христова в Вифлееме. Сионскую горницу, где Христос совершил последнюю вечерю со своими учениками, учредив Таинство Евхаристии. Русский монастырь Святой Марии Магдалине в Гексиманском саду. Горнинский женский монастырь. И, конечно, Святой Град Иерусалим, где пройдем по крестному пути Христа и помолимся за литургией в храме Гроба Господня. По всем интересующим Вас вопросам Вы можете обращаться к нам в паломническую службу Град Креста, которая находится на территории Андреевского собора. По адресу город Ставрополь, улица Дзержинского, 157 и по телефону 35 80 51. Будем рады Вас видеть! Здравствуйте, дорогие телезрители! Время поста – это время воздержания и молитвы. Но для каждой хозяйки остается задачей сохранять тепло и уют домашнего очага. Я поделюсь с Вами рецептами простых и полезных постных блюд. Сегодня мы приготовим салат, который я так и называю – полезный. Для салата нам понадобится пекинская капуста, которая продается в самом простом гастрономе, зелень укропа, креветки, очищенные по желанию. Можно добавить и крабовое мясо, и крабовые палочки, что Вам больше нравится. Фасоль стрючковая, свежемороженая, сваренная в подсоленной воде в течение 5 минут. Перец болгарский. У каждой хозяйки осталась лето-заготовка в виде замороженного перца. Соль. Ну и сок лимона. Я заправляюсь салат соком лимона. Нарежем векинскую капусту. Любая зелень не любит нож, но сейчас мы будем ее довязать крупными кусочками. Нарежем векинскую капусту. Тонкими кусочками. Добавим сюда племенки, сладкий перец, стрючковый фасоль. Немного зелени. Я заправляю салат соком лимона, но Вы можете выбрать масло или постный майонез. Очень полезный салат готов. Приятного аппетита и спасительного поста. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Всего Вам доброго и да хранит Вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова